так ну что бананчиков несколько штучек мы режима друзья мои всем приветики всех приветствую мы на канале очевидно невероятно включиться решила девочки мы сейчас тут болтаем разговоры разговариваем вспоминаем кое-что у нас приехал то ли отдыха отдыхался отдохнул он сегодня снова уезжает снова отдыхать приедет приедет у нас 6 числа я занимаюсь нарезкой яблочек на сушку вот решила тут баран немножко подсушить в предыдущем видео девочки рассказала рассказала про дом про домового заикнулась а но поподробнее просили поподробнее просили а мы сейчас вот разговариваем вспомнили один случай правой про баню про баню про домового про баню и страшно это не страшно у нас натоплена баня у нас доме один девочки баня и в этой бане значит у нас висела большое на стене зеркало зеркало висела но если допустим кто-то один и рассказал эту историю то конечно же не тот ни другой бы не поверил мне кажется я бы тебе не поверил не наверно бы нет и то ли вы помылся такое произошло бы точно бы не поверили на мои глаза когда я выдержал отсюда нет вот мы не в принципе как бы не испугай ничего не было висела зеркало зеркало висела у нас хорошо так при пришита на саморезах вот как шкаф до в баню напротив как раз выхода мы моемся и наше зеркало соскочила со стены и упала и не разбилась но смысл того что зеркало не могу сама никак соскочить с этих саморезов она была хорошо пришита и вот сейчас толику рассказываю про этот случай мы мылись с мужем в бане и свидетелями этого случая были мы вдвоем и муж видел я видела и мы на друг друга так посмотрели это видел да вот так вот бывает да но главное подпрыгнула к верху сейчас помню и упала и упала этим самим зеркалом зеркало но там есть не разбилось мы потом его собрали и агина выбросить его надо но не не разбил же ты его так просто так выбросили потому что не дай бог при страсти водность у тебя не было никаких случаев страшно ну там мы жили когда по красным арлан не помнишь ничего не было такого интересного сверх необычного у меня это было наш в училище я когда училась в училище однажды значит утром у нас все девочки у у нас девчонка была одна у нее волосы были такие длинные кудрявые и она значит это утром расчесывает волосы не может прочесать и все она пришла такая говорит вот волосы не могу прочитать ну-ка посмотрите чем не как на волосах а у нее волосы получаться до лопаток но у меня примерно такие же были вот так я раз мне в волосах то у нее вот такая вот косичка тоненькая я буду ты смотри у тебя косичка заплетена домовой груз и плетет ну и чё через несколько дней у меня значит это косичка я утром просыпаюсь чешу 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 ну никак вот ну не могу прочесать пошла гурнука смотрите девки чё у меня в голове они группе косичка мелкая такая косичка она примерно с ручку мелко-мелко колоском заплетена она видно прям четко видно что эта косичка человек мы представь ночью придет к тебе кто-то и будет заплетать косичку да не более волосы длинные представь сколько ее плести надо эту косичку у меня сразу же мурашки по коже я думаю нифига себе блин от нее до ко мне косы плести и вот представляешь я каждое утро наверное я не знаю какое время месяц наверно точно вот если не больше просыпалась и каждое утро у меня вот голове вот это косичка капец просто ну и дома тоже у нас на красных орлах где мы жили у нас там тоже там такой серьезный домовой приходил хулиганил ну нет как бы не хулиганил а кому-то приждал предупреждал какие там давала меня кто-то такой за плечо тормошит тормошит я один еще вот он меня тормошил за плечо тормошил потом я сказал глаза во втором часу ночи открываю глаза часы напротив веселья а главное такой лунный свет из окошка я вижу такой старик седой бородой по пояс чуть больше но такой силуэт такой а я руку вытащить из-под себя не могу главное кто-то разбудил вот так по плечу открываем надо мной как бы парит воздухе там что я это не видел я кое-как перекрестился прямо на животе лежал я и пока у меня рука даже по домой такое как перекрестился раз он так испарился начал чего-то хотел мне перед предупредить не знаю я пришел на работу ночью хотели работал мужикам рассказывая не ты на раз похмелье был я говорю вообще не пил кто поверит люди мне тогда тоже не поверил соседней комнате тоже также вот с головы ко мне пришел холод вот этот же я как говорится собралась с духом тоже не могла пошевелиться на жестового читать движение ты не можешь не пошевелиться ничего ощущение что ужас просто какие ощущения вот я после этого все я спрашиваю какой-то такой-то хозяйца который умер там дедушка даже он крупный мужчина был он это как бы не домовой когда могу я не знаю это какой-то призрак получается потому что домовые они немножко другие мне кажется лохматые девочки пишите свои истории кто сталкивался с домовыми это просто жуть а я вчера вот вчера писали комментарии я знать что же это начала прокручивать то в голове вспоминаю мне мать рассказывала она это вот когда в троицке и жилье дали получается она там пожила какое-то время потом мы поехали к бабушке в гости поехали к бабушке в гости а перед тем как мы значит туда поехать ей приснил приснился не приснился сона вот дорогой пришел и начал ее душить а говорят еще надо спрашивать у домового если он приходит и в ухо тебе шепчет вот он не в ухо шептал мне что-то говорил ну там уже конечно как как пишут и пишут и говорят написали до комментарии надо спросить к добру или худу в тот момент ты не подумаешь даже да не до этого будет там застыл в общем генета но она надо прислушаться что ты говорит он тебе будет шептать и ты там поймешь вот так вот как говорит к куду если допустим да вот и он приснился привиделся и сидит говорит у меня вот здесь сидит он меня душит я не туда не сюда короче получается вот она уехала мы полгода прожили там бабушки деревне и она от не вернулась до получаться ее не принял все и так он все стала там жить получается он ее выжил зря ты тут поселилась вроде когда вот я тебе так вот бывает хочешь ты в доме жить да он этот дом сразу тебе не будет мне кажется к сердцу что-то будет не то что-то будет не так так что вот так вот так вот мне тоже снился получаться когда мы заехали в этот дом 10 лет назад первый дом не приснился в общем ну как бы хозяином сказать ну просто мне снится человек снится человек и он не говорит вот это место где у нас получаться пристройки мы еще не начали строится мы планировали только я уже строках собиралась и он мне сказал что строится здесь нельзя и был такой холод прям ужасный холод подвальный именно на этом месте он вышел откуда-то откуда там такая одна дверь была стояли сундуки какие-то стояли эти кто не называться комоды кому старый и туда дальше вот где вот кстати стол стоял вот там был вход он оттуда вышел повеяло холодом он не сказал что строится здесь нельзя но пристроить а мы все равно построили получается и вот у нас полы наши гнилые сколько лет они у нас тут неют и гниют не знаю я в общем но конечно кто-то скажет что это ерунда вы может полы неправильно сделали там отдушины но отдушины он все равно сделал потом отдушины были сделаны но кто знает может это посмотрим связано будет а я потом соседом разговаривает я писала этого человека который мне приснился и грубо так и так мне приснился говорит ну что строится здесь нельзя это говорит хозяин бывший тебе приснился именно вот так вот как ты мне описываешь его он точно так и выглядит я буду ты чё он так сказал что строить нельзя а мы все равно построили как получаться не надо было настроить место мало хочется сделать так что нет не снился нет решетки то есть у нас нарезаю девочки яблочки на сухофрукты бананов немножко подрезала потом надо будет еще купить сегодня на собирали вот красненьких и желтеньких но на этом все не закончил отчет один раз газ котел потух у нас пошел ладно я вот проснулся ночь с горябой за я у нас загорел а в конюшне вспомнить или от полной а кстати да загорел киноз загорелась я главное на улице то дыму нету то ли чего я пошел в 11 что вечера думаю зайду скотине чуть что-то гляну не знаю почему открывает он такой дымоган они были либо задохнули что-то обогреватель стоял ну это опять же халатность александр васильевич основная животные разбили его и загорелась как халатность лишь поставил получаться нагреватель и у меня на полочке стоял но мы думали что они не достанут они были маленькие телята они делят а достали и загорелась и сгорел вы конечно бы не сгорела она пришла к блочной не все так вы сейчас поедете пока саша не забывай купить так что такие вот истории девочки бывают такие красивые у меня парни все белые все красивые все девочки то ли про то ли у нас уезжает мы его провожаем не навсегда конечно не навсегда он еще приедет скажешь куда поехал отец поехал увозить его свистину даня с ними в общем провожаются данька школа-то пропусти сейчас намылись бане приниматься еще бане потом поможешься картошку больше копать и так у меня здесь у меня здесь у меня сушка еще еще два листика вот таких в общем нарезать и будет замечательно тут прикусните арбуз на дорогу толя ну ты чё ты кусочек вот съешь я нарезала у нас арбуз никто не ест от эти вообще уму непостижимо одна девочка вот сидит у охмена ахмена ты у меня вкусный 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 арбуз за кончиком молодцы молодцы ладно ты жди свою очередь сейчас в вечер девочки отправляться надо сейчас давай �тикаbike тяга дается будет сейчас будет дается ой завка ждет очередь свою ну что дверьки сделал всем всем теперь дверьки сделаны чтоб не бегали не мешались все по своим закуткам да у нас натоплена баня сейчас управимся и пойдем в баню намывать сестра в гости заходила лера здесь живет катайски тоже яблочками угостила ее кабачками тулю проводили такие дела у нас девочки какую замечательную дверку уж сделал ну что моя красавка красавица кто там ходит киса нашему рыцарь кисуля ты ко мне сюда пришла марта не ходи к ней на тебя укусит марта злая не ставлю ни скамейку ничего мне так удобно по быстренькому раз раз подаю все кто-то писал сделайте палате палате сделайте нам не нужны скажи палате нормально наелись жуются сейчас подоим и корму корм будете кушать до гранулы или яблочки что он хозяин даст яблочки сказал вчера не остались заели что ли сами тощенькие тощенькие но худышки отъедайтесь как-нибудь уж давайте на зиму то мы поправились вроде как маленько выгляду выглядываешь да загоняю туда сразу иди давай иди давай иди может поедят яблочки поедите яблочки а так кто знает лишь раз на раз не приходится даешь считай они едят едят а вон у нее живешь вон валяться яблок как-то у них сухо чисто они здесь ложатся причем станка мне и дверь я ночью их открываем лежал все дверь ну и как вкусно яблочки то давайте ешьте такие яблоки хорошие почти больше пол ведра изрезала их надо на сушку поставили но тут уже такие они не сильно хорошие попадает червит червеньки так что это поросятам козам все в общем а потом корму ну корму понятно сколь они поедят яблок посмотришь съедят все нет вкусно так интересно смотреть за ними наблюдать ну-ка финик это финик что там финик тоже кушает поросятам сколько и огурцы и кабачки и яблоки и кормом-то они кушают вкуснятина да вкусненько так что все девочки в общем показали немножко даже хозяйства сегодня такое видео много народ наговорила вам на рассказывали страшные истории пишите свои истории мы на этом с вами попрощаемся видно всем пока пока всем огромное спасибо и до скорых встреч завтра будет новый день что нам новый день преподнесет будет видно а сейчас мы отправимся в баню на моемся и будем отдыхать всем желают добра и всем пока пока она знает то проживать яблоко то не может ладно пусть едят